22 января 1969 года. Москва радостно встречает членов экипажей космических кораблей Союз-4 и Союз-5, вернувшихся с орбиты. По этому случаю в Кремле планируется торжественный прием с участием Брежного. Миллионы советских граждан прильнули к экранам и наблюдают за происходящим в прямом эфире. Но как только правительственный кортеж подъезжает к Кремлю, передача внезапно прерывается. Зрители в недоумении. Что случилось? Быстро, моментально и все. И выключить трансляцию. Команды выполнялись очень быстро. У Боровицких ворот в эти минуты разыгрывается настоящая драма. Из оцепления выбегает один из милиционеров и открывает огонь по кортежу генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Без всякой проверки, без всего, достал пистолет и стал стрелять. После покушения следователи собрали материалов на два с лишним десятка томов. Детально изучили биографию стрелка, его прошлое и настоящее, его родных и его друзей. Но до сих пор в загадочном деле террориста остается много темных пятен. Торжественные встречи космонавтов к 1969 году стали уже хорошо отработанным ритуалом. Советские граждане приветствовали автоколонну вдоль всего маршрута, от аэропорта до Кремля. Кто бы мог подумать, что этот показательный проезд по столице окажется таким опасным. Кажется невероятным. Но именно здесь, в самом охраняемом месте страны, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев едва не погиб. Убийца в милицейской форме выскочил из оцепления и открыл огонь из пистолетов Макарова. С двух рук, по-македонски. В считанные секунды он успел расстрелять обе обоймы. Ситуация по советским меркам просто немыслимая. При повороте с Большого Каменного моста кортеж, как всегда, снизил скорость. Проезд в Боровицкие ворота узкий. В этом месте почетный эскорт мотоциклистов обычно пропускал сопровождаемую машину вперед. Так было и в этот раз. И вдруг раздались выстрелы. Сам факт. Стрельбы в центре Москвы в советские годы, да еще по правительственному кортежу, ну, можно себе представить, какое это было ЧП. Просто всесоюзного масштаба. Один из мотоциклистов бросился нападавшему на перерез, закрывая ему сектор стрельбы. Он, наверное, один из первых заметил стрелка. Он подъехал и перекрыл своим телом со сектором обстрела. Он знал, что ему делать. То есть это подразделение, элитное подразделение, безусловно. Они все мастера, специалисты. Элитное подразделение, занимавшееся охраной первых лиц, в СССР появилось 18 марта 1954 года. В этот день было учреждено 9-е управление КГБ. Девятка. Так его называли неофициально. Появляется целый институт охраны. Его не было такого. Долгое время его не было. Они над МВД, над КГБ, над ГРУ там и так далее, и так далее. Они над. Они охраняют первое лицо государства. В девятку кандидаты проходили особенно строгий отбор. Случайных людей в этой структуре не было. Сотрудники управления следовали тенью за руководителями государства и партийными работниками, занимавшими высокие посты. Слышали их разговоры, знали их тайны, скрывали от посторонних их болезней и недуги. Тема наших сегодняшних занятий – ведение огня из пистолета. Цель – тренировать вас, товарищи. Леонид Брежнев охраной не пренебрегал, но порой заставлял телохранителей серьезно понервничать. То во время купания в море слишком далеко заплывет, то, нарушая расписанный сценарий визита, пойдет, как говорится, в народ. Он был человек общительный, компанейский, любил встречаться с людьми, катался по всему миру и по всей стране, и порой пренебрегал требованиям безопасности. У стороне такого лидера, который всегда на виду, гораздо проще, чем, например, товарища Сталина, который сидел в Кремле, либо на своей даче и крайне редко куда-то выезжал. Девятое управление разрабатывало маршруты движения правительственных кортежей. Сотрудники в штатском контролировали улицы, по которым предстояло проехать генсеку. Когда началась стрельба по кортежу Брежнева, мотоциклист из эскорта Василий Зацепилов среагировал мгновенно. Пока он прикрывал с собой автомобиль, водитель атакованной машины, будучи уже смертельно раненым, смог остановить ее ручным тормозом. Тут же к террористу подскочили два сотрудника КГБ, выбили из его рук пистолеты и скрутили стрелявшего. Задержанным оказался некто Виктор Ильин. На допросе он сразу признался, что планировал убить Брежнева. Больше того, он был уверен, что ему это удалось. Этот человек проник просто в группу обычных граждан. Без всякой проверки, без всего, достал пистолет и стал стрелять. Не зная точно, в какой машине едет Брежнев. Преступник рассчитывал, что генсек едет во втором автомобиле кортежа. Во время поездок по стране так обычно и происходило. Ильин видел по телевизору. Однако в день покушения все было иначе. Лимузин, в котором находился Брежнев, шел седьмым. Но почему? Вот этого никто не знает. Сколько я не беседовал на эту тему с сотрудниками, никто внятно на этот вопрос ответить не смог. Что могло побудить сотрудников охраны первого лица изменить привычный порядок? Это говорит о том, что уже в тот момент, когда этот кортеж устраивался в аэропорту, 9-е управление получило сигнал о том, что, возможно, какой-то инцидент на Красной площади. Вы перестраиваетесь. В первой машине ехали члены экипажей, вернувшиеся с орбиты. Во второй – почетные гости. Космонавты Николаев, Береговой, Леонов, Терешкова. Именно они и оказались на линии огня. Первые же пули убили водителя «Чайки». Берегового и Леонова задело осколками разбитых стекол. Небольшое ранение получил Николаев. Не исключено, что нападавший принял одного из космонавтов за Брежнева. Мы даже в молодости шутили, что вот если что, у нас есть Береговой, он очень похож на Леонид Ильича. Очень большое искусство. Если вот так их представить, а сына в профиль, ну прямо Леонид Ильич. Георгий Тимофеевич Береговой и Леонид Ильич Брежнев примерно одной комплекции. Только космонавт чуть повыше. Похожие профили и стрижки. А вот на этом общем фото, где Брежнев вручает полковнику Береговому почетный знак заслуженного летчика-испытателя СССР, у них даже, кажется, улыбки одинаковые. В тот роковой январский день, когда нападавший бросился к правительственному кортежу, он вполне мог перепутать через автомобильное стекло фигуру Берегового с Брежневым. Неудивительно, что задержанный Виктор Ильин был уверен, что его план покушения удался. Но чем руководствовался Ильин, решившись на этот отчаянный шаг? Был ли он одиночкой? Или за покушением стояли некие скрытые силы? Следователи не исключали, что Виктор Ильин, покушавшийся на жизнь Брежнева, мог быть вовлечен в одну из них. В этой истории до сих пор полно белых пятен. Например, почему на преступника поначалу никто не обратил внимания? По официальной версии, потому что Виктор Ильин был одет в милицейскую форму. Давайте разберемся. Вот так в 1969-м выглядел зимний вариант. Шинель и шапка-ушанка. Но на Ильине шинель была на два размера больше, а на голову надета фуражка. Как одетый не по форме милиционер оказался в рядах вооруженного отряда охраны? Более того, в рукавах шинели Ильин сумел спрятать оружие. Позже этот способ маскировки включили в учебники по криминалистике, чтобы курсанты понимали, на какие хитрости идут преступники ради достижения своей цели. Он как тюфяк в этой шинели пришел к Боровицким воротам, спокойно прошел через милицейское оцепление. Никто не обратил внимания на этого странного чудика в шинели милицейской, которая ему была велика. Расположился там, где ему удобно было. Тоже никто не обратил никакого внимания. Ну вот они, нестыковки. Вот как это трактовать? Необъяснимо, что никто не забил тревогу, когда в оцеплении появился незнакомец. Совершенно невероятная ситуация, что ему так повезло, что он попал между двух подразделений. Все думали, что не знают его в лицо, потому что он из соседнего. Вот он вел себя совершенно адекватно, руководил гражданами. Что же это было? Преступная халатность? Случайное совпадение? Или действительно имел место какой-то заговор? Как утверждал наследствие Виктор Ильин, ранним утром 21 января, он заступил на дежурство в своей воинской части, расположенной в городе Ломоносов Ленинградской области. Больше года он разрабатывал план устранения Брежнева. Свои действия объяснял тем, что был не согласен с политикой партии и считал, что убийство генсека может изменить положение дел в стране к лучшему. Узнав из газет, что в Москве, в Кремле, будет проходить торжественная встреча космонавтов, он понял – час пробил. Как только его начальник ушел завтракать, Ильин взял ключи от оружейной комнаты. Завладев двумя пистолетами Макарова и патронами, он тут же покинул часть. Странно, что когда случилось ЧП, беглеца почему-то не сразу объявили в розыск. Ильин спокойно добрался на пригородном поезде до аэропорта Пулково, купил билет и вылетел в Москву. Металлодетекторов в аэропортах еще не было. И Ильин беспрепятственно пронес в самолет оружие. Но почему же не проверили списки пассажиров? Почему беглеца никто не искал? Каким образом его не могли поймать в Москве? Когда была дана четкая ориентировка, что он выезжает, вылетает. Как это можно было? Ведь, понимаете, такой человек, как он, это не иголка. Были его фотографии, знали такого человека. В столице у Ильина жил родственник, дядя, милиционер. Виктор с порога сообщил, что приехал к нему в гости в отпуск. В гости приехал, в Москву посмотрите. Тот ему поверил. А уже утром 22 января Ильин отправился на дело, взяв у дяди милицейскую шинель. И его никто не остановил, хотя ориентировка на вооруженного беглеца была у каждого постового милиционера. Почему они не вычислили, где он находится в Москве? Потому что это элементарно. Надо было спросить у его мамы, с которой он жил, кто у него из родственников в Москве. Она сказала, это его дядя там, мой брат. В первую очередь особисты и пленочные чекисты должны были явиться к дяде. Они к нему почему-то не явились. Здесь как раз напрашивается вывод о том, что кому-то было выгодно, чтобы этот инцидент произошел. И произошли определенные пертурбации. Не только арест этого террориста, но и пертурбации внутри самой спецслужбы. КГБ не имеется в виду. Возможно ли, что целью покушения являлся не генсек? И выстрелы в центре Москвы были частью хитроумной и опасной интриги. Сторонники этой версии полагают, что произошедшее объясняется кадровой борьбой силовиков. Мол, некие силы в КГБ, настроенные против Андропова, вычислили Ильина еще в первый день. И якобы они вели террориста-одиночку до последнего момента. И даже целенаправленно позволили ему открыть стрельбу. При этом Брежнева заранее пересадили в автомобиль в хвосте правительственного кортежа, чтобы генсек не пострадал. Выходит, мишенью был вовсе не Брежнев. Неужели выстрелы Ильина должны были дискредитировать председателя КГБ Юрия Андропова? Андропова, вижу, вообще не очень любили, скажем так, в брежневском окружении. Его же считали чужим, выскочкой. Многим из ветеранов КГБ не нравилось то, что ими руководит человек, не имевший никакого опыта чекистской работы. Не исключено также, что целью могло быть руководство 9-го управления КГБ. По логике вещей, люди, отвечавшие за безопасность генсека, после покушения должны были быть наказаны первыми. Есть версия, что Ильина, что называется, использовали в темную участники клановой борьбы. Там несколько кланов были, вот антроповский клан, были глубинники так называемые, это глубинный КГБ. Сам Виктор Ильин на допросе объяснял свои действия не только политическими убеждениями, но еще и тщеславием, сравнивая себя с Харли Ли Освальдом, стрелявшим в американского президента Джона Кеннеди. Всего один выстрел и знаменит на весь мир. Так заявлял Ильин следователем, тем самым подтверждая, что действовал в одиночку. Неужели это действительно была цепь случайных совпадений? В первые же часы после ареста Ильина допросил лично председатель КГБ Юрий Андропов. Стрелок признался, он рассчитывал, что после убийства Брежнева в стране начнутся демократические реформы. «Кого же вы видели на его месте?» – поинтересовался Андропов. «Суслова», – сказал Ильин. Парадоксальный ответ, учитывая, что от главного идеолога СССР Михаила Суслова трудно было ожидать подобных преобразований. Кроме того, Ильин полагал, что граждане имеют право совершать террористические акты в случае недовольства властью. Такая аргументация наводила на мысль, что допрашиваемый, мягко говоря, не совсем здоров. Следователи внимательно изучили биографию Стрелка. Родился в Ленинграде в 1947 году в неблагополучной семье. Попал в дом малютки. Позже был усыновлен. Кто-то из соседей открыл Ильину тайну его рождения, и он был шокирован тем, что не родной сын, а приемный. Незадолго до покушения Ильина бросила девушка. Якобы на прощание он крикнул ей, «Ты обо мне еще услышишь». Становилось ясно, что в голове Ильина произошло какое-то невероятное переплетение различных мотивов. С одной стороны, он был критически настроен к власти, считал, что сама система себя дискредитировала, с другой, несомненно, переживал личную драму. На мой взгляд, все то, что с ним случилось, это следы тяжелого детства. Мальчика, который был усыновлен, которого об этом узнал, которому это очень тяжело переживал, наверное, я думаю, наверное, это сказалось на психике. И всегда у человека, который считает себя ущемленным, у него возникает некое озлобление против общества. Так что же на самом деле спасло Брежнева в 1969-м от града пуль у Боровицких ворот? Только ли счастливый случай? И была ли его машина в кортеже? Есть предположение, что в последний момент автомобиль генсека вышел из колонны и проехал в Кремль другим маршрутом, через Спасские ворота. По другой версии, во время резких маневров автомобиля Брежнева у Боровицких ворот генсек получил небольшую травму лица. Поэтому на торжественном митинге в Кремлевском дворце его выступление снимали только с одного ракурса. С чувством гордости советский народ славит своих мужественных сынов той, как что возвратившейся из замечательного космического рейса. Награды космонавтам вручал председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный. Звездным братьям присвоено звание летчик-космонавт СССР. По воспоминаниям космонавта Алексея Леонова обстановка в зале была крайне напряженной. В зале в Кремле был шепот. Леонид Ильич был вздернутый. Он подошел ко мне и сказал «Не переживай, стреляли не в тебя, а в меня». Начальник охраны Брежнева Александр Ебенко много лет спустя рассказывал, что выстрелы Ильина не заставили шефа изменить образ жизни. После покушения Брежнев еще долго отказывался пересаживаться из привычной чайки в бронированный ЗИЛ. И только спустя много лет после инцидента у Боровицких ворот уступил просьбам сменить автомобиль. Виктору Ильину грозил расстрел. Но его признали душевно больным. В мае 1970 года он был помещен в Казанскую специализированную психиатрическую больницу. Поразительный и парадоксальный факт. Ильина при этом забыли уволить с военной службы. Освободившись в 1990 году, он смог претендовать на невыплаченные за годы пребывания в больнице жалования и даже получил квартиру. Его же не посадили. Его признали невменяемым. Его отправили лечиться. Лет 20 он там сидел, после чего вышел, стал получать военную пенсию. Вот что смущает людей. Возможно, что решение признать Ильина невменяемым было политическим. Оно доказывало, нормальный советский гражданин выстрелить в генсека не способен в принципе. Намного выгоднее сказать, что это действие сумасшедшего, чем признать, что в стране есть люди, которые недовольны властью. Важно и то, что такая трактовка действий преступника выводила из-под удара тех, кто по долгу службы охранял Брежнева. Мало одно дело проворонить заговор, совсем другое, не уследить за человеком с больной головой. Тут и спрос другой. Субтитры создавал DimaTorzok